человек с никнеймом пенисный мед спасибо за донат так когда я стану президентом безусловно никаких преследований националистов россии не будет всех кто кого посадили по 282 статье мы выпустим и люди любых убеждений в том числе националисты сака если люди привлечены по 282 статьи конечно не все будут ну вот и я решил высказаться но навальный мне слово давать отказался но пришлось немножко провоцировать я стал скидывать руку и кричать зиг хайль после этого кто написал заяву о заяву написал навальный маша гайдар и илья яшин они как бы коллективное заявление причем не о том что хулиганство какое-то да общественный порядок нарушен они написали чисто по экстремизм нет они написали что вот человек по имени тисак возбуждал ненависть и вражду в отношении социальной группы либералы просим значит возбудить против него уголовное дело насколько я знаю навальный суде и он сказал что не надо тисака сажать навальный как-то очень хитро так что это это преступник это это нацист вы понимаете вы сажай его вы даете ему сторонников не надо мы вот писали заявление мы хотели чтобы просто вот наказали а вы вот так вот срок ему ты чё ебанутый ты писал заявление в прокуратуру по статье средней тяжести до пяти лет какие-то мог думать административные меры бред юрист даже если купил себе где-то диплом и удостоверение адвоката купил не важно он должен был знать что если ты пишешь на человека заявление по статье средней тяжести то его закроют тем более приходить на суд и вот это пытаться да я вот ваша честь не знал но судья все понятно вот буквально на пальцах чем-то займешься первым делом после инаугурации твои первые три законопроекта первое мы освободим всех политзаключенных ну тесак не политзаключенный тесак это тот человек которому стоит находиться в тюрьме и как он в принципе правильно сказал по причине я не знаю насколько там была ситуация вот такая с навальным то ли он говорил или не то так ли он писал или не так обосрался в этом или нет но в любом случае лишний повод уважать навального это то что он посадил тесака в тюрячку потому что тесак это асоциальный маргинальный элемент не то что ну как бы он является просто символом некой такой ненависти к совершенно различным социальным группам и собственно ему место в тюрьме но как бы тут видимо намек был больше на некое лицемерие навального в принципе про про это есть моменты забавные то есть про то что навальный например используют коррупцию в борьбе с коррупцией это иногда забавно и то есть некоторые его методы конечно очень странно и некоторые его действия некоторые его дела но все же тесак как бы и на не и наносил и мог бы нанести гораздо больше вреда чем блять навальный даже находясь на какой-то высокой должности даже если он бы все худшие опасения подтвердила себе мое представление такое а